Итак, ребятки, всем приветик. Снова латуха, снова вид через зеркало для того, чтобы с вами поздороваться. И приступаю к рассказу о наушниках Blackview, которые у нас с душкой. Название, к сожалению, уже не помню, но оно будет в описании. Я думаю, у вас проблем не возникнет. Суть какая? Ранее летом я тестировал эти наушники и говорил всем, что автономка у них хорошая, но звук не самый супер. На каком смартфоне это было, я правда не помню, но теперь рассказываю, как это дело все на производстве. Во-первых, обращу внимание, что за счет вот этих вот упоров в ушах, они за весь рабочий день из ушей не выпали. За счет длительного аккумулятора, который располагается у нас в дужке, они вообще ни капельки не просели за день. То есть их хватило на полный день работы. Ну и за счет того, что есть поддержка кодека AAC, который тоже есть в модели 8800, мы получили офигенный звук. На удивление даже были басы, которых почему-то я летом не заметил. Может быть специфика производства, то, что вокруг все и так бахает и идет как поддержка. Может быть то, что AAC в данном аппарате работает лучше, чем в прошлом, я не знаю. Но суть в том, что басы были, звук мне очень теперь понравился. Меня слышно, но такого шумоподавления, как в 5 Pro, здесь не завезли. То есть вставляем в уши, получаем пассивный шумодав, процентов на 30 и на этом все. Все. Никакого активного шумоподавления, зато никакого окончания заряда, как на 5 Pro в течение рабочего дня. То есть их свободно хватило на весь день, само собой. Я не мог 12 часов подряд слушать музыку, потому что у меня бы крыша уехала, но они висели на мне весь день. Они то работали с музыкой, то просто были в разговорах, то просто висели как элемент декора, скажем так. И не знаю, почему еще на работе на меня не ругаются, но я думаю, что я бы уже давно, наверное, с ума сошел от того, что просто там не особо много чего делаю. Музыка спасала. И почему на меня не ругаются, что я хожу в наушниках? Ну, потому что я работаю в цеху, где нас, скажем так, мало. Яда-станок плюс мастер, который периодически заходит посмотреть и корректирует мою работу. И на этом все. Поэтому еще раз напоминаю, вот эта душка висит на шее. В ней аккумулятор, которого хватает на 11-12 часов работы. Это если под максимальной нагрузкой, на максимальной громкости. Если громкость убавить, если вам не очень нужно громко, то, напоминаю, 20 часов они тянут. Проверял раньше, давно. Поэтому, если вам нужны автономные, с длительной автономностью наушнички, которые вот за счет таких крюков очень хорошо держатся в ушах, имеют кодека AAC. Ну и само собой дает стереозвук, причем очень качественный. Ну вот, пожалуйста. Но только еще раз напомню, только за счет кодека AAC здесь появились хорошие басы. Ну, может быть, еще помог цех шумный. Когда мы использовали без AAC на другом смартфоне, басов таких не было. Я это называл чисто спортивной гарнитурой. То есть для бега, для создания ритма, для того, чтобы вас куда-то подстегивало. Но такими сильными басами не обладало. Ну и напоминаю, еще может быть дело в амбушюрах, которые тоже нужно подбирать под ваши уши. Само собой, эти наушники я когда летом использовал, я постепенно менял амбушюры до идеала. Вот эти амбушюры у меня в ушах держатся просто идеально. И с ними все просто отлично. Если кому интересно, я могу, конечно же, это дело в уши вставить и показать, как это все выглядит на шее. Вот. Раз. Сейчас. Два. Вот так вот вставляется и поворачивается. И после того, как вы их повернули, они в ушах держатся идеально. И больше уже ничего с ними не происходит. То есть в течение всего дня они висят. Они вам не надоедают. Если надоедают, просто вытолкнул его из уха. Повесил на шею. И оно уже висит, просто вот так вот сцепившись. И тоже вам не мешает. Поэтому офигенные наушнички. Учитывая, что сейчас их можно тысячи за две купить. А то и там за полторы. Это получается очень довольно-таки прикольное предложение. Единственное, конечно, если вам не важна такая зверская автономность. И вам больше подходят наушники Sony. Немножечко дороже есть подобная модель Sony. Только она не с ошейником, а просто на проводах это все болтается. Но автономки там немножко поменьше. Но, в общем, звук тоже хороший. Ну и так, для сравнения. Просто те Sony у нас тоже есть. Всем спасибо. Всем пока. Это Латуха. И как я это уже буду, видимо, называть? Видео с зеркальцем. Всем чао. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok